Здравствуйте, дорогие радиоуслушатели! Сегодня у нас в гостях в рубрике «Человек труда» руководитель муниципального предприятия «Козыл Гор Транс», человек, чья трудовая деятельность связана с одной из самых наиболее значимых социальных сфер – транспорт. Лаптев Сергей Михайлович. Здравствуйте! Добрый день! Как начался день у вас? Проснулся с кофе. А вы к нам на общественном транспорте или за рулем? За рулем. К сожалению, да. Ясно. Ну, давайте приступим. Сергей Михайлович, расскажите, наиболее острые вопросы, которые интересуют жителей нашего города, связанные с общественным транспортом, какие сейчас на данный момент? Ну, на самом деле, самый главный вопрос, который сегодня нужно решать и который мы решаем, – это все-таки транспорт. Нам не хватает количества автобусов на наш город. То есть сегодня администрация города провела некий анализ, да, 178 автобусов нужно на город. У нас сегодня уходит около 300, но это газели, да, то есть вместимость 13 человек, по идее, должна быть, да. Поэтому вопрос в этом остро стоит. То есть сегодня у нас есть 40 автобусов, и буквально вот сейчас, а в сентябре, в начале сентября ожидаем еще 20 автобусов наступление. То есть это будут у нас около 60 автобусов на город. Я думаю, разница, ну, это будет заметно для горожан, в первую очередь, да, я думаю, надеюсь все-таки, что они это оценят. Ну и сам, то есть регламент графика между автобусами, да, он будет все-таки выдержан, будет регулярным, что позволит нам с вами передвигаться без особых таких каких-то, скажем, такой нервозности, которая присутствовала ранее. Человек всегда привыкает быстро к хорошему. Сейчас наиболее часто задаются вопросы о каком-то улучшении самого транспорта, связанного с автоматическим объявлением остановок, либо что-то в этом роде. Какие-то изменения сейчас в данном направлении есть? Ну, это, скажем, система, она относится к системе ГЛОНАСС, ГЛОНАСС у нас на всех автобусах стоит. Здесь только нужно маленько сейчас поработать технически, вот, но все-таки, наверное, повторюсь, мы основной уклон сегодня с администрацией берем на увеличение подвижного состава, да, автобусов, после чего уже начнем вот эти вот все озвучивания остановок, там, и других разных фишек в виде приложений и всего удобного. Кстати, приложение «Умный транспорт» уже запущено, то есть по нему можно отслеживать наши автобусы, да, вот. Вот, но, опять же, все вот эти вспомогательные функции автотранспортных предприятий для удобства, они все-таки, наверное, здесь уместно говорить, реализуются их именно после внедрения самой транспортной сети, то есть, да, улучшения именно в количественном составе. Очень часто озвучивается в средствах массовой информации, и это видно, когда пользуешься общественным транспортом, про такое нововведение, как проездные билеты. Расскажите по патрону. О, проездные билеты у нас с декабря месяца мы их побеждаем, побеждаем, да, и вот, наконец-то, мы к этому пришли, выпустили сейчас, значит, по акции идет у нас распространение проездных билетов. Ну, здесь в чем идет преимущество, да, горожанина? То, что отпадают вопросы пересадки. Например, с Фавильницкого затона добраться в Южный, нужно сделать пересадку. То есть, если ты едешь за деньги, да, то ты платишь вдвойне. В одну сторону, вдвойне в обратную сторону. Имея проездный билет, ты просто проехался, предъявляя его, и не надо ничего платить, да. 350 стоимость данного проездного билета на сегодняшний день стоит по акции, да, и надо понимать, например, если мы ездим, скажем, 50 поездок в месяц, это 22 рабочих дня, плюс там выходные в магазин выехать, да, то есть и бестоимость проезда у нас 7 рублей. То есть, либо 17 платим, либо 7. По-моему, раньше очевидно и... Легко считаемое. Да, легко считаемое. А если уже больше пользуешься, ну, здесь у каждого из конкуляторов посчитайте, ребят, во сколько вам обойдется проезд. Буквально только что вы озвучили о том, что будет, ожидается пополнение именно транспорта, значит и увеличение рабочих мест. Абсолютно верно. То есть рабочие места планируем даже не просто увеличение, да, мы обучаем сегодня водителей самостоятельно. То есть, к сожалению, к сожалению, в советское время, да, в 90-е годы, значит, почему-то общественный транспорт не поддержался, да, и эта отрасль в наполнении именно автобусов была утрачена. Соответственно, и обучение на водительские права категорию D, ошибка, никто не шел, и университеты, и автошколы это, например, не поддерживали. И мы сегодня пришли к чему? Что у нас нехватка кадровая. Не хватает водителей категории D. Вот мы сегодня обучаем 14 человек в автодорожном техникуме, значит, да, это за счет центра занятостей. И у нас 17 человек сидит в классе курсантов, это Туавтотранс, это за счет предприятия Козелгортранс. То есть у нас с ними есть договоренность, значит, мы за них оплачиваем все полностью, принимаем их на работу, и они у нас отрабатывают два года. Ну, а там, как говорится, если все устраивать, то можно дальше работать. Если же нет, то, как говорится, на нет и суда нет. Будем обучать дальше. Но обучение, практика, вот сейчас вот уже они три недели обучаются, да, то есть настроение у ребят боевое, все хотят работать. И я думаю, после окончания обучения 30 человек мы сейчас обучаем, да, то есть мы планируем, мы планируем после этого еще 30 человек посадить в класс. То есть и это нужно, скорее всего, регулярно исполнять, потому что все-таки людям свойственно менять места работы, да, и это не факт, что данные люди через два года от нас не уйдут. Поэтому будем поддерживать на направлении. Но не только ведь в водителях кадровый вопрос, инженера, механики, с данной профессией как решается? Ну, механиков, слава богу, у нас учится в наших университетах достаточно, но количество мест увеличится, да. С увеличением подвижного состава, то есть мы сейчас работаем над вторым выходом от организации на улице Дружба. То есть сейчас выезд в организации с одной стороны улицы Кахим, а мы сейчас еще начали переоборудовать на улице Дружба выход. То есть там тоже будет пункт осмотра, соответственно, это будет увеличение механиков контрольной службы, это будет увеличение медицинского персонала, да. Чем больше автобусов мы пускаем на линию, тем больше водителей, кондукторов у нас утром выходит, тем больше нагрузка ложится на медиков, на вот эту вот первичную службу осмотра, да. Соответственно, кадры здесь тоже будут увеличиваться. Ну, и не только водители, скажем, кондукторы, а тоже, да, увеличиваются. Вот, поэтому, да, увеличение ждет, поэтому все, кто желает работать, попробовать свои силы в автотранспорте, милости просим, отдел кадров, мы на автовокзале ждем всех. Так. Сергей Михайлович, подскажите, вот Козыл Гортранс ведет какую-либо работу по направлению автосообщения между городами, не только в городе Козыля, но именно еще и между городами сообщения. Как-то в этом с кем-то сотрудничаете или, возможно, какие-то есть проекты? К сожалению, нет, если честно, потому что туда нужен автобус комфортабельный, да, туда нужно на пазике все-таки за 400-800 верст не поедешь, да. Поэтому нет, но мы сегодня отправили заявку Миндор Транс России от автопредприятия, значит, на получение маршрута в сторону Новосибирск, Абакан, Красноярск, Томск и также Улан-Гом. Да, и в ближайшее время, скорее всего, это будет 2020-2021 год, мы все-таки планируем защитить определенные денежные средства на приобретение вот этих вот больших автобусов, да, вот, чтобы открыть. Мы наше муниципальное направление в данном, по данным городам, это самые такие востребованные города, да, потому что к нам на сегодня очень тоже много обращаются людей, и в этом направлении есть проблема. Раз есть обращение, если есть проблема, ну, значит, если не справляется частник, да, то все-таки нам нужно тоже выходить здесь со своей инициативой и организовывать, как должно быть. Вопрос всегда жителей интересуют, сроки, да, вот вы говорите, что ожидается поступление автотранспорта, какого числа, либо хотя бы период времени, когда можно уже увидеть новый автобус? Это будет 13 сентября, по контрактам оговорено, то есть там завод-поставщик в курсе, единственное, что сейчас идет согласование, они отправляют по 5, там, 5-7 машин, да, когда придут первый, второй, третий, потому что после прихода автотранспорта нам же надо еще провести ТО, заменить масла и так далее, так далее, да, поэтому мы этот вопрос держим на контроле и буквально в неделю раза два созваниваемся с поставщиками, чтобы понимать, как что это будет. То есть мы им даже вышли с таким предложением, если есть у них какие-то неудобные моменты, то мы готовы направить наших водителей, чтобы они приняли эти автобусы непосредственно где-то на пункте передачи, да, и своим ходом доехали до Кызылы. Вы как специалист с огромным опытом работы, подскажите, пожалуйста, как сами лично оцениваете качество транспорта поставляемого? Ну, в разрезе нашего маленького города, конечно, пазик, скажем, может быть не самая удобная единица, да, она удобна в плане использования, да, то, что он маленький, везде там ворачивает, заходит, но тем не менее сегодня, то есть есть такое понимание администрации города, да, то есть правительства республики, что вот на следующий год, например, было принято решение, будут закупать низкополые автобусы, длинные, большие автобусы, для чего? Потому что все-таки рядом с нами живут наши, такой, почитаемый возраст, да, вот, и им, если честно, тяжеловато забираться на эти большие лестницы пазика, то вот для этой категории граждан тоже будут приобретены большие автобусы, низкопольные, то есть там посадка от бордюра буквально там, ну, может, сантиметров там 5-7, да, то есть это уже, скажем так, в определенной социальной сфере проблема будет очень даже хорошо решена. Помимо руководства таким предприятием, как ИЗЛ Городранс, вы один из основателей такой общественной организации, как Совет многоквартирных домов. Расскажите вообще, как идея пришла организации и чем занимается сам Совет многоквартирных домов? Ну, все мы живем в городе, да, все живем в многоквартирных домах, у нас есть родители, бабушки, соседи, и на одних из встреч по основной деятельности работы, да, то есть пришлось, был такой разговор, как бы, не знаю даже откуда он поедется, не означает, да, именно о, скажем, бездействии управляющих компаний, да, и определенных органов, скажем, спустя рукава, да, относятся к этому ко всему. Ну и вот тут у нас, собственно, пришла такая идея, почему бы не создать некий такой, не такой общественной организации, с которой будут предстать интересы граждан многоквартирных домов, да, то есть и сегодня мы уже обошли свыше ста домов, и у нас уже есть более-менее понимание общих проблем, да, то есть это вот в квитанциях у людей частенько всплывают такие вещи сейчас, вот как, допустим, домофон, домофон давно не работает уже, а лифт, да, а тариф стоит, и как бы он есть, и в квитанциях он прописан, почему? Или, например, там общедомовые пространства, да, вот освещение, где когда считают, умножают квадратные метры на киловатты, да, то есть делят мух на коров, непонятно, если другим языком говорить. Также есть такие вещи, как капитальный ремонт, в которых очень тяжело разобраться, кто за что платит, и почему, и когда будет ремонт, да, в 75-м году, а буду ли я сам в это время жить. То есть этих вопросов у горожан очень много, и, наверное, мы вот сегодня, буквально пару часов назад закончили собрание уже, да, очередное, мы уже четвертое собрание проводим с жильцами, вот, и все-таки решили начинать с чего? Сейчас мы готовим подписи, значит, по двум направлениям, да, собрали подписи свыше 5000, это по мусору в городе Кызыли, да, не убираемому мусору склады у нас, к сожалению, есть. И второй вопрос, это мы хотим все-таки затребовать у управляющих компаний договор на руки. Все-таки это сегодня мы, собственники жилья, наняли, да, управляющую компанию управлять нашим придомовым имуществом, нашим домом, но как-то получается обратная сторона, да, они себя ведут так, как будто мы им должны, да, не мы их наняли. Ну что ж, если вы, ребят, не справляетесь, то о чем разговаривать мы с вами должны? Если даже элементарно за многие годы существования управляющих компаний, да, они не смогли вручить договор между управляющей компанией и собственником жилья. То есть мы решили начать с этого, почему? Чтобы понять все-таки кто что должен делать. Не на словах, не ссылаться на какие-то там нормы, законы и так далее, а это же договор между двух, юридическое, да, это УК или ТСЖ, и, то есть, собственник жилья. А когда здесь требуем договора, соответственно, будет нам понятно, куда будем двигаться дальше. Но однозначно решение есть, жители согласны, мы продолжаем обход домов, продолжаем собирать подписи. Вот, у нас уже есть такой небольшой актив, значит, мы подали документы на регистрацию в общественной организации, и, думаю, в ближайшее будущее нас ожидают несколько серьезных судебных процессов, которые, я думаю, изменят в целом все направление ЖКХ, да, вот это вот именно управление домов, УК, и вот эти всякие региональные операторы, которые изменят их отношение к жителям, я думаю, в корне. Потому что для нас очень важно сегодня создать прецедент, да, вот их бездействий, безразличия к горожанинам, да. И вот, знаете, они как любят все смахивать на мэрию, то есть, да, там, подите в мэрию, там. То есть очень такой вот, скажем, я его называю такой плевок из-за спины, как бы, да, пытаясь от себя спихнуть проблемы на третье лицо, понимая, что мэрия не скажет так, да, и будут как-то пытаться с ними решать эти вопросы. Но именно так сегодня они пытаются вывернуться. И пытаются поступить таким образом. Да, они, как бы, знаете, приходят люди, они их забалтывают, отправляют в мэрию, приходят в мэрию, мэрия от себя отправляет, допустим, там, обращение даже в ту же государственную жилищную инспекцию, да. Но надо понимать, договор между двумя лицами, мэрия – это третья сторона. Если мэрия от себя направляет в ГЖИ такую-то жалобу, то они ее расценивают как обращение, а не жалоба. Соответственно, и рассматривают ее по-другому в других законных плоскостях, да. Поэтому мы сегодня вот делаем общественную организацию, где будем помогать собственнику жилья составить правильную жалобу и от него, от его имени именно подать в ГЖИ жалобу на прочую компанию, чтобы уже ее привлекли. Но привлекли, знаете, наверное, основным пунктом будем все-таки пытаться наказать рублем. Потому что, как показывает практика, показывает жизнь, есть только один эффективный метод управления – это когда тебя наказывают рублем. Все остальное – это, к сожалению, не работает. Общественный совет давно уже существует? Нет, мы его начали организовывать с мая месяца. С мая месяца вот этого года, значит, сперва родилась идея. Мы встретились там с одними управляемцами домов, с другими, с третьими. И вот сегодня у нас уже есть некий такой костяк, где-то 17 человек, 17 председателей домов по городу Козылу, да, то есть с которым мы начали работать. То есть мы хотим создать прецедент по одному дому конкретно, да, и довести его до логического завершения судебного, неважно какого, и получить все-таки положительное заключение. Я думаю, это будет тревожный звонок для управляющей компании. И здесь мы их вызовем на разговор. Мы не против управляющей компании, мы не против ТСЖ. У них наверняка тоже есть свои проблемы. Но вы знаете, когда у тебя в подъезде горит одна лампочка, да, во всем подъезде весь месяц, и тебе выставляют в каждой квартире за эту лампочку, выставляют за по 300 рублей, она же горит же, ну, завязывайте. Назовем это непорядочностью. Да, вот мы против вот этого. Поэтому я надеюсь, все-таки вот эти наши действия заставят правящую компанию выйти на разговор с жильцами, да, и уже прийти совместно с ними к какому-то решению все-таки жить, как говорит мой любимый персонаж. Ребята, давайте жить дружно. Все-таки, помимо отрицательных моментов, связанных с недобросовестностью управляющих компаний, есть и положительные моменты. Не все компании такие. Вот у меня вопрос. У общественного совета многоквартирных домов нет перспективы трансформации в какую-то масштабную управляющую компанию, если этот вопрос действительно интересен, если люди, которые его организовали, прекрасно понимают юридическую сторону вопроса, социальную сторону вопроса, и вполне, в принципе, объединившись, могли бы создать управляющую компанию, которая бы добросовестно исполняла свои обязанности перед жильцами, которые ее выбрала. Этого в планах сейчас нет? Нет, мы перед собой. И как только мы превратимся в управляющую компанию, мы потеряем то, с чего начали идею нашу, да, общественной организации. То есть мы потеряем тот контроль, независимый, и независимый взгляд на манеру и на действия и жителей, и управляющих компаний. То есть мы станем заинтересованным лицом управляющих компаний. Но что мы здесь? Мы буквально сегодня приняли решение, после регистрации общественной организации, мы разработаем рейтингование управляющих компаний. То есть это некая таблица, которая будет вестись весь год по управляющим компаниям, как они работают вообще, это создается рейтинг. То есть с одной стороны, ну и что, что рейтинг, а с другой стороны, знаете, это для некоторых недобросовестных компаний будет звоночек такой, да, тревожный. Потому что жильцы, это будет все открыто, в доступе, в интернете, жильцы города, ориентируясь, да, могут собраться, сказать, слушайте, там вот, проезжая компания, крылья неба, да, она такая вот хорошая, у них там все-все-все-все по-зеленому идет, единственное, только вот здесь у них есть проволочка, но в целом-то ходили мы в дома, смотрели, все нам нравится, давайте соберемся и пересберем. И то есть все-таки, давайте признаемся, это все-таки, проезжая компания, одна из мер заработка, это бизнес, да, людей определенных, вот, поэтому они уже тут будут стараться соответствовать, потому что они будут четко знать, если они не будут успевать за рейтинговой таблицей, их, возможно, могут поменять, и они останутся без работы. Это вот такой открытый будет рейтинговый, туда будет и подготовка отопительного сезона, мы здесь очень тесно с мэрией города работаем, да, и, кстати, администрация города нас очень сильно поддержала в этом начинании, на каждое собрание сегодня посещает, значит, специалист департамента городского хозяйства, да, где дает нам некие объяснения в рамках города, как это делается, потому что мы-то все знаем со стороны, вот что-то почитали, увидели, да, а изнутри картину знает непосредственно департамент, он нам подсказывает, где так, где не так, где мы правы, где мы неправы, вот, поэтому они тоже очень мэрия заинтересована в развитии данного направления, и довольно-таки согласна, что если будет некая общественная сторона, которая будет обращать, может, даже более жестче внимание, да, на данные проблемы, потому что мы общественная газация, мы неофициальный угол власти, да, вот, и это, я думаю, будут определенные плоды за этим пойдут. Какую-то помощь жильцам в плане юридической консультации общественная организация оказывает? Ну, вот, потому что не все жильцы многоквартирных домов осведомлены, к примеру, о какой-то правовой стороне вопроса. И вот, как вы сказали про ту же лампочку, да, и платят за нее, и платят, и еще бы и 10 лет платили, пока у кого-то на лестничной площадке не созреет вопрос, а долго ли я буду платить вот за свечку, за одну, да, которая у меня в подъезде? Идти куда-то к юристу дорого, да, и то, и это еще какой юрист попадется? Вот сама общественный совет многоквартирных домов, он в себе такую функцию несет, как информационную помощь жильцам? Да. Знаете, мы, вот, я думаю, до сентября месяца сейчас откроем страницы во всех социальных сетях, да, где будем размещать наши собрания, где будем размещать некие ответы на юридический вопрос, который к нам будет поступать, да, где люди могут уже узнать по той или иной вопрос, да, уже будет озвучено. Потом у нас после регистрации сейчас уже намечена встреча с ректором ТГУ, да, с Ольгой Макваевной, у нее есть при юридическом факультете юридическая клиника, где студенты проходят практику, да, и решают многие юридические вопросы, пытаясь набраться опыта. Вот, и мы в рамках вот этой вот клиники с ней имеем уже договоренность сегодня, что мы заключим партнерские соглашения, и данная юридическая клиника будет нам помогать в юридическом плане отрабатывать все сложные моменты, которые сегодня есть. Потому что надо признаться, да, что на одной встрече, скажем так, как управляющая компания присутствовали не там, они сказали, договор, значит, между собственниками и нами у нас есть, он на сайте. Ну что? А я вот, допустим, говорю, он должен быть у меня на руках. У каждого своя юридическая правда. И в судебном порядке, да, мы тоже знаем, что есть судебная практика, есть другие моменты, которые нужно доказывать, отстаивать. И все-таки мы хотим отстаивать, то есть мы хотим подписать договор. И потом, кто сказал, что нам договор должна выдать управляющая компания? Почему мы не можем предложить свой вариант договора? Но мы сегодня его не предлагаем. Почему? Потому что мы не видели их вариант договора. И вот этих вопросов у нас очень много. И, конечно, сейчас мы для чего открываем социальные страницы. Значит, мы сегодня открыли место, кстати, это бизнес-центр Кызыл, да, где раньше была гостиница Кызыл, на третьем этаже, 302-й кабинет. То есть у нас там мы ведем прием заявлений от людей по им проблемам. И, скажем, по итогу месяца мы их формируем в некое такое укрупненное обращение, да. Например, там вот сегодня по мусору мы собрали свыше 5000 обращений. Представляете себе, да, 5000 обращений. Какое огромное количество. Мы обошли-то всего лишь 100 домов. У нас их 500 с лишним в городе. И с каждым разом картина все ужаснее и ужаснее. То есть мы хотим, значит, собрать некое такое укрупненное предложение, которое объединим в одно, и уже будем его оформлять для подачи обращения ГЖИ, например, для обращения в суд, прокуратуру и так далее. Чтобы это было, знаете, не Лаптев пришел, обратился, да, а чтобы это было заявление от, допустим, жителя Лаптева, ответственного, а под ним 10 тысяч человек населения. Вот это, я считаю, весомый аргумент для обращения. Конечно. А я думаю, у нас будет таких обращений масса. Потому что все вопросы, они у горожан у всех одинаковые. Я надеюсь все-таки, что управляющие компании, они выйдут в конструктивный диалог и все-таки, наверное, начнут обращать внимание на проблемы граждан. Неприлично все спихивать на мэрию. Надо совесть иметь тоже. Мы полностью вас поддерживаем. Сергей Михайлович, подводя наш эфир к финалу, хотелось бы у вас спросить, за время вашей трудовой деятельности в должности руководителя муниципального предприятия «Козелгортранс» какой наиболее, самый значительный успех вы бы выделили? Мы коллективом становимся одной семьей. То есть мы стали обращаться друг к другу по личным вопросам. Я думаю, все-таки создание коллектива как коллектива, не слово, а действительно коллектива, это дорогого стоит. Где мы сможем друга понять, слышать, поговорить, поругаться, как в семье. Разойтись, выйти, работать и спокойно делать свою работу. И в таких организациях, в которых прибыль и успех зависят от самих работников, то есть у нас нет же статьи бюджета, нам не поступают деньги ниоткуда, мы их зарабатываем сами. И в такой организации очень важен именно сполоченный рабочий организм, чтобы это была одна семья со своими проблемами, со своими какими-то там удачами или неудачами. Вот, например, недавно глава республики, Шалбан Каравол, поддержал нас в строительстве дома для работников Козелогор-Транс. Понимаете, то есть за многие десятилетия существования организации впервые было руководством республики поддерживать такая... Мы вот вышли с инициативой, но, честно скажу, было страшно выходить. Потому что мы сами, я бы не сказал, что твердосты на ногах, да, но нас поддержали, не только сказали, да, конечно, делайте, нам сказали, делайте, и мы вас еще финансово поддержим. Понимаете, мы получили огромное одобрение, и для нас сегодня это... Мы это очень ценим. Каждый человек в коллективе сегодня очень ценит это, и мы становимся одной семьей. Наверное, это самое большое достижение. Конечно, там есть, можно называть там, много-много еще и моментов, которые нужно нам доработать, да, у нас есть и неудачи тоже, как и удачи. Но если говорить об успехе, то это именно вот мы, наверное, скоро будем семья, да. Ну и пожелания нашим радиослушателям. О, ребят, улыбайтесь, будьте счастливы. Ведь все в жизни не делается просто так. Мы все сами идем куда-то, идем к чему-то, слушаем кого-то. Но самое главное, живите сердцем, живите умом, живите с собой, дружите с собой. И все у вас тогда будет хорошо. У нас в гостях был руководитель предприятия Кызыл Гуртранс Лаптев Сергей Михайлович. Спасибо за то, что нашли время. Спасибо. Ну а мы с вами прощаемся и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok